И еще одна святочная падея минулых выходных. Парад творчести, прыгажости и спорту. У регионе отцветковали День молоди. У Гомеля основной пляцовкой для массовых гуляниев стал Лядовый палац. Жахару и гостей города своими уникальными спортивными умениями и творчими сдольностями ураживали представники разных молодежных субкультур. Веренька Ворошилина володой под рабязностями. По доброй традиции, опошняя неделя шервеня собрала каля Лядового палаца у Гомеля самую активную, инициативную, творчую и спортивную молодь региона. У святочной программе знайшли адвустраване найбольш популярные захопления гомельчан, накерованные на пропаганду здорового ладу життя. Талиновиты уладальники уникальных спортивных сдольностей демонстровали свои досягнения, например, в экстремальном катании на велосипедах. Так званые БМХ-поборництвы объеднали аматоров и профессионалов разных взрослых из региона и Минска. Среди самых популярных труков – крушение руля и рамы. Меж тым уличывался не только складанность, а и разностаенность элементов. До рычага этой, на первый взгляд, небеспечные умения вельми часто допомагают в жизни. Велосипед задействует практически все мышцы нашего тела, очень сильно развивает координацию, учит в то же время, очень важно это, грамотно падать. Потому что зачастую в жизни сталкиваются много людей с тем, что где-то неудачно упал и вот буквально дома получил травму. Мы начинаем с того, что учим именно правильно падать. На соседней спортивной пляцовце все жадающие смогли убачить яркие понапалые эмоции с поборництвы по стритболе. Так званый вуличный баскетбол до нас пришел из Америки, где он вельми распоосюдженный. В обошлые годы стритбол набирает все большую популярность в Беларуси. Турниры в Гомеле объединял спортсменов и аматоров из разных кутков Украины. Дарыши баскетбол 3х3 на вот включенную программу других европейских гульнов 2019 года, которые пройдут в Минску. Сейчас вот этот отбор и много турниров идет, много где участвуют наши белорусские команды. Именно будет нашу страну представлять будут сильнейшие и сильнейших. Поэтому я всех приглашаю любителей. Приходите, занимайтесь этой игрой и получайте удовольствие. У День молоди пляцовка Каля-Лядового палаца перетворилась у культурную простору с тематичными арт-зонами. Тут можно было познаймиться с працией супрацовников МНС. Примеры специальное обмундирование вратовальников и доведаться о правилах безопасности. А еще проверить свою трапность подчас стрельбы с пневматичной бинтовки у тиры, сделать оригинальный малюнок у майстров Аквагрыма, провести интересные опыты и эксперименты в стиле школы чаровников Хогвартс и поудельничать в других забавляльных гульнях, конкурсах и викторинах. До того же, этот вечер собрал на великой сцене самых ярких гомельских и столичных артистов, известных белорусских музыкантов, представников кавер-бэндов и дэджел. Мы пришли с хорошим настроением дарить людям радость, мы организуем обнимашки, потому что мы хотим дарить хорошее настроение. Мне этот праздник реально нравится, потому что здесь очень активно проводится такое мероприятие. Все организовано на уровне. Молодец, что нужно развиваться во всех направлениях. Праздник очень веселый, нам все очень нравится. Мы на праздник пришли с хорошим настроением. И считаем, что она таким и останется к концу дня. Молодежное свято у Гомеля стало сопроводной феерой спортивных и творческих талентов. Забавляльные мероприемства протягивались и до позднего вечера. Организаторы мкнулись издевить, уразить и зародить присутных добрым настроем. А головное продемонстровать молоде наибольшь важные житевые каштовности и ориентиры. Всегда, наверное, во всех странах мира молодежь была двигателем прогресса. И, конечно же, я хочу, чтобы все наши молодые ребята как можно меньше проводили время у телевизоров, у компьютеров, как можно больше развивали себя в разных направлениях, потому что молодость, она как раз для того, чтобы попробовать себя в спорте, в творчестве, в науке. Ведь это, наверное, самые лучшие инвестиции в нашу молодость. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадоакомпания «Гомель».